Минувшая неделя Не была богата на какие-то сверхъестественные Яркие события в Башкортостане Но все-таки кое-что происходило Хабиров ненадолго вернулся В родную Башкирию И прежде чем отбыть на очередной форум В Санкт-Петербург Прошел процедуру выдвижения партии Единая Россия на пост главы республики Башкортостан Напоминаю 8 сентября назначены выборы Ирадий Фаритович упорствует Утверждая, что он единственный И лучший кандидат на пост Главы республики То есть на второй срок своего правления Партийная конференция регионального отделения Единая Россия прошла на УФА-арене Даже странно Почему не в парке Патриот, кстати? Участников конференции Свозили на УФА-арену Почему-то в желтых школьных автобусах Ну, наверное, с целью конспирации Мероприятие было оформлено в стиле Победа уже давным-давно одержана И на сцену зачем-то был выпущен Элвин Грей В совершенно каком-то нелепом Мешковатом одеянии Совершенно никак не вязавшимся с официальными костюмами В которые были обряжены в основном все присутствующие Судя по всему Певец ртом Элвин Грей Будет главным амбассадором Хабирова На грядущих выборах Ну, согласитесь, это уже даже не смешно Примечательно, впрочем Что Хабиров не рискнул Выдвигаться на выборы Главы республики Башкортостан В качестве самовыдвиженца Как это сделал, например, Владимир Путин А Хабиров пошел проторенным путем Будучи начальником партии в Башкортостане Он от этой партии и выдвинулся Собственно, с головой Окунувшись в ароматные настои этой самой партии Которая изрядно уже раздражает россиян в последние годы С другой стороны, это хотя бы честно Хабиров, кстати говоря Исключенный в свое время из партии Единая Россия Доказал, что такие, как он Жизненно необходимы подобным политическим сообществам На вот этом шабаше, который случился на УФА-арене Под названием Конференция регионального отделения Партии Единая Россия Хабиров огласил и лозунг Под которым он пойдет на второй срок Правления в республике Башкортостан Звучит этот лозунг так Сокращенно это три буквы Д Долго, достойно и дома Прямо скажем, идея так себе Ну, мы помним, как много насмешек вызвал Предыдущий предвыборный лозунг Хабирова Помните вот это Хорошо работать дома Сколько было усмешек И, в общем-то, дразнилок по этому поводу И совершенно непонятно вот этот лозунг теперь Долго Это на сколько, ради Фаритович Сколько нам вас еще терпеть До 2030 года Достойно Это о ком? Вообще о ком? О каком достоинстве идет речь Во времена ради Хабирова? И уж, конечно, дома Это вообще полная абстракция Где, собственно, у Хабирова дом? В государственном особняке Около Булгакова? В московской квартире? Или, может быть, в апартаментах дочерей В Вене и в Лондоне? Непонятно, где же все-таки дом у Хабирова? Я бы предложил эти 3D читать следующим образом Дураки и дороги достали Вот это был бы достойный лозунг для избирательной кампании Хабирова Но пока Хабирова под музыку выдвигали ядросы Из-за рояля в кустах Выдвинулись очень предсказуемые И совсем не страшные конкуренты Хабирова на грядущих выборах Правильно было бы называть их даже не конкурентами А партнерами или даже помощниками Хабирова От КПРФ, вероятнее всего, выдвинут Артура Шайнурова Самым тесным образом связанного и интегрированного в команду Хабирова Который сейчас работает у нас в горсовете Этот самый Шайнуров В общем, конечно, ничего попортить или поконкурировать с Хабировым Он точно не в состоянии Но от ЛДПР, вероятно, будет выдвинут Иван Сухарев Так давно и основательно осевший в Москве в Государственной Думе Что ожидать от него каких-то неожиданностей или неприятностей Хабирову точно не приходится Как бы там ни было, выборы главы Республики Башкортостан На период 2024-2029 годов Пройдут под девизом самого Хабирова Который он озвучил, когда получил власть в 2019 году Цитирую Хабирова дословно Власть просто так не дается Власть всегда захватывается И тот, кто захватил власть, никогда с ней не расстанется Конец цитаты Вот такова концепция Хабирова в отношении власти в Российской Федерации То есть ни слова о выборах, ни слова о воле народа Речь в основном идет о захвате власти Ну, я не знаю, как бы к этому отнеслась прокуратура или какие-нибудь правоохранители Как бы можно было трактовать подобные заявления Может быть, как призыв к захвату власти Я не знаю, я не юрист и трактовать этих слов не буду Посмотрите оригинальный ролик Вот именно это дословно говорит Хабиров В политике очень жесткие правила И первое правило, вот я вам хочу сказать Первое правило, власть, она никогда просто так не дается Власть всегда захватывается И тот, кто захватил власть, он никогда с ней не расстанется Вот точно так же Я сейчас не буду про Единую Россию, поскольку тот-то меня, чтобы не обвинили Точно так же, вот я сейчас здесь нахожусь Я нахожусь в определенной политической системе Потому что не бывает всегда, чтобы все 100% проголосовали Вот эта власть, это царство небесное Наверное, когда-то наступит, я не знаю, нет Но всегда власть определенной большой группы людей За которыми стоят большие группы людей захватываются Поэтому там идет жесткая борьба Ты должен быть готов А с какой стати мы тебе, значит, ты пришел и критикуешь эту власть А с какой стати тебе, вот почему мы должны тебе выстилать красную дорожку И иди по ней прогуляйся Нет, если ты, парень, решил заняться политикой Ты должен быть готов к очень жесткой борьбе К очень жесткой борьбе Где критика, где много несправедливости Где много лжи против тебя Где много оскорблений против это и так далее Я глава республики, уже взрослый человек Большая у меня должность На меня постоянно идет потопки и лжи, и оскорблений Но я это понимаю, зачем я делаю Я работаю здесь, и я в политической борьбе нахожусь То есть, следуя логике самого Радия Хабирова Власть у него не отнять никогда И она с ним, с Хабировым навечно эта власть То есть вот до тех пор, пока он есть, он будет править Башкортостаном Ну, собственно, как его старший товарищ Владимир Путин Который тоже правит Российской Федерацией Уже 25 лет с небольшим перерывом Да и, собственно, не особенно уходя в этот перерыв от самой власти Ну и завершая тему кандидатов В главы республики Башкортостан сообщаю Что 7 июня Дилара Гундорова заявила изданию «Аспекты» Что сворачивает свою, как она выразилась, публичную деятельность По причине того, что она не снискала никакой поддержки Хоть какой-нибудь партии, ее никто никуда не выдвигает И, к всему прочему, ей срочно понадобились деньги и работы Ну, в общем, и бла-бла-бла Собственно, почему я не удивлен? Ну, я многократно говорил, что то, что затеяла Дилара Закуановна Это, ну, в общем-то, было пустое, если честно Я так и не понял, кто ее сподвиг на вот эти вот все экзерсисы Которые она, значит, нам показывала и являла Но, собственно, совершенно закономерный итог Дилара Гундорова, так толком и не нарисовавшись В политическом пространстве республики Башкортостан Оставляет свои попытки в нем нарисоваться Подписчиков только на канале YouTube Открытая политика уже почти 60 тысяч человек А еще есть другие каналы Еще есть Дзен, еще есть ВКонтакт и прочее-прочее Это значит, что то, что мы делаем Имеет большое значение для тех, кто нас смотрит Ну, иначе бы они не подписывались и не смотрели Я надеюсь на то, что наши зрители Понимают необходимость сохранения и помощи каналу Так что, пожалуйста, не стесняйтесь Помогайте посильно любыми суммами Которые вам по карману нашему каналу Помочь ему материально можно единственным доступным способом Вот расчетный счет, который мы вам показываем Этот же самый расчетный счет Вы легко обнаружите в описании под каждым видео На нашем видеоканале Разум и чувство россиян Продолжает будоражить выступление Ольги Бузовой Которое случилось в Уфе 1 июня в день защиты детей Но, как ни странно, больше всего выступление Бузовой Возбудило представителей всех ветвей власти Вот, например, депутат Госсобрания Ахмадинуров Брызжа чернелами Бомбардирует мэрию Уфы Запросами, выясняя, кто же лично согласовывал Вот этот корсет Ольги Бузовой И кто, в конце концов, застегнул ей этот корсет Перед самым выступлением Кто поправлял ей чулки И, как говорится, полировал каблуки В общем, депутата Ахмадинурова Это очень-очень интересует А депутат Государственной Думы Ирина Филатова И вовсе потребовала от Министерства культуры Российской Федерации Разработать единую форму и погоны Для выступающих в России на сцене артистов Госсобрание Республики Башкортостан Курултай Видимо, с подачи все того же Высокодуховного Рустема Ахмадинурова Вносит в Государственную Думу Российской Федерации Законопроект, запрещающий Артистам в Российской Федерации Цитирую Использовать непристойные образы и выражения Конец цитаты Того и гляди Появятся повсюду комиссии по пристойности Ну, а если такие комиссии появятся То в Республике Башкортостан Безусловно, эту комиссию Должен возглавить Высокодуховный Ахмадинуров Ну, кому же еще Бороться за духовность В Республике Башкортостан Я настаиваю Рустему Ахмадинурову Это будет вполне себе по плечу Но если смотреть В суть происходящих событий Поглубже В самую суть этих событий Становится понятно, что Рустам Ахмадинуров Очевидным образом Всего лишь стремится свести скандал с Бузовой Какой-то ерунде И отодвинуть его подальше От своего хозяина От Радия Хабирова Свалить вину на кого-нибудь другого Вообще не важно на кого Лишь бы на кого-нибудь свалить Но ведь в России, как известно За все в конечном итоге отвечает начальство А Бузова В ее неоднозначном наряде Как нельзя лучше, на мой взгляд И регистрирует тот уровень разложения И деградации Который нам обеспечил дорогой Ради Фаритович В регионе за последние шесть лет Кроме всего прочего Рустам Ахмадинуров В своем фанатичном рвении Заступиться за Хабирова Рискует быть замеченным в Кремле Причем на самой верхушке Кремлевской власти Ведь ВК-фест На котором скандально отметилась Мадам Бузова Это мероприятие Проводимое соцсетью ВКонтакте А кто у нас руководит Соцсетью ВКонтакте? Точно Сын Кириенко Так что Рустам Ахмадинуру Пора уже умерить свой пыл И возвращаться на свое привычное место Под лавку В воскресенье 9 июня В 21.00 на нашем канале Состоится 107 стрим Открытой политики Так что если у вас есть вопросы Которые вы хотите задать заранее Присылайте их в комментариях Вот к этому нашему сегодняшнему видео Ну а в воскресенье В 21.00 обязательно подключайтесь Поговорим Я постараюсь ответить на все ваши вопросы Кстати говоря Первый вопрос уже пришел Этот вопрос о том Кто же заменил мошенницу Прочаковскую в ЦУРе Я обязательно на него отвечу развернуто И много чего интересного еще расскажу Про тот самый ЦУР Так что обязательно заходите На канал Открытая политика В воскресенье в 21.00 9 июня И участвуйте в нашем стриме Тем временем Многострадальная экономика Башкортостана Продолжает подавать тревожные сигналы И сигналы эти подаются не только бизнесменам и финансистам Но и всем нам Потому что многие последствия Которые настигнут обязательно экономику В результате действий Хабирова и его команды Коснутся всех нас Вот например Стало известно Что управление Федеральной антимонопольной службы По Республике Башкортостан Усмотрело в действиях Госкомитета Республики по жилищному надзору Нарушение закона о защите конкуренции Госкомитет якобы вынуждал Теплоснабжающие организации Уменьшать плату за отопление Ну надо же какая трогательная забота о населении Теперь Госжилинспекцию Обязали до 25 июня 24 года Прекратить нарушение И отозвать все иски Из арбитражного суда Тем самым теперь У поставщиков тепла Развязаны руки И они получают возможность Взыскать с населения За свои услуги За свое отопление Столько сколько слачтут необходимым То есть как бы мы тут рискуем получить счета За отопление квартир И за июль И за август Ну это пока не точно И вот еще одна тревожная новость Поезда из Уфы в Казань и обратно В ближайшее время не предвидится Несмотря на то что сам Хабиров С восторгом заявил Что вопрос решен И скоро Уфу и Казань Соединят с железнодорожным сообщением РЖД попросту не видит Экономической обоснованности Пускать дефицитный САПСАН Между Уфой и Казани Вот Ради Фаридович Вы действительно так сильно не дружите с экономикой И так любите красивые анонсы Что вот тут попали Как говорится пальцем в небо Не получается запустить поезд Из Уфы в Казань А Министерство финансов Республики Башкортостан Продолжает искать Где бы занять денег На реализацию всевозможных идей Ради Хабирова Ну например идеи по благоустройству Парков, скверов и прочей Вот этой билиберде Приносящие несметные богатства Исполнителям Башкирское правительство В поиске этих средств Разместит долговые облигации На сумму 10,5 миллиардов рублей С погашением до 2028 года Подобные займы Всегда однозначно говорят О тревожной и нестабильном положении В экономике региона А вот министр имущественных И земельных отношений Мадам Полянская Продолжает фанатично внушать нам Уверенность в завтрашнем дне На этот раз Госпожа Полянская На голубом глазу Пообещала сохранить В собственности региона Баш Автотранс Но при этом Другой своей рукой Все та же Полянская Преобразует губ Баш Автотранс В акционерное общество По закону Открывая калитку Для всякого рода Манипуляторов и приватизаторов Ну давайте вспомним Судьбу электросетей Салавата Стерельтамака и Шимбая Примерно под те же самые Заверения чиновников Их накачали бюджетными деньгами Привели в идеальное практически состояние Прибыльных предприятий И передали в управление На незнамо сколько десятков лет Добрым людям За спиной которых Хитро улыбался все тот же Саша Сидиакин Предполагаю, но не утверждаю Что Баш Автотранс Ждет примерно такая же судьба Вообще власть в Российской Федерации Как известно устроена следующим образом Каждому губернатору За срок его правления Позволяется провернуть Одну крупную Приватизационную сделку С государственным имуществом В случае с Рустемом Хамитовым Это была операция Слияния каустика и соды А вот Хабиров Как-то еще не спешит Вытащить свой счастливый билетик Ну всякие там башкирские дворики Гранитная плитка Парк Кашкадан Это все не в счет Это все мелочи Это не та, как говорится Сделка века Которая позволяется губернатору Совершенно непонятно Чего же ждет Ради Фаридовича Ведь кормовая база Как говорится Тает на глазах В республике осталось Не так уж и много Завидных активов Их можно посчитать На пальцах одной руки Это Башпирт Это Башкер Автодор Баш Автотранс Аэропорт Уфа Ну и еще несколько крупных пакетов Акций крупных предприятий Там Сода Башнефть и так далее То есть вообще Немного этих активов Наверное, все-таки Ради Фаридович Воспользуется этой опцией Только на втором Своем сроке правления В котором он Нисколько не сомневается Ну, когда все Уляжется Утихомирится Через годик-полтора Вот будем Внимательно наблюдать Какая же Вот эта вот Сделка губернатора Будет венчать Его период правления По статистике Каждые 15 минут Круглосуточно Каждый день Выходные Праздники Будние дни Каждые 15 минут Кто-то подписывается На канал Открытая политика Не забудьте И вы нажать Кнопочку подписаться Чем вы хуже других Тем временем Выдвинувшись На выборы При поддержке Элвина Грея Хабиров Поспешил Принять участие В ежегодном Петербургском Международном Экономическом форуме Который давно Уже Стало неприлично Именовать Международным Ну Из заграничных Гостей В этот раз Самыми заметными Были гости Из Зимбабве С вечно голодным Выражением лица Каковы итоги Петербургского Экономического форума Непосредственно Для Республики Башкортостан Ну Преподносятся Они конечно Как судьбоносные Для грядущего Процветания региона Но на деле Выглядят Либо пустыми Либо сомнительными Давайте пробежимся Что нам Ради Фаритович Привез С Петербургского Экономического форума Хабиров первым делом Конечно же Провозгласил Что Республика Башкортостан Уже находится На третьем месте По инвестиционной Привлекательности В Российской Федерации Представляете На третьем месте Уже бронза Но Отчего тогда По швам трещит Бюджет региона Если у нас Инвестиции Прут и прут В регион Прям девать некуда Конечно же Хабиров В восторге От какого-то там Соглашения С владельцами Маркетов Пятерочка И Перекресток Это еще один из итогов Петербургского Международного Экономического форума Но У нас и так В Башкирии Этих пятерочек И перекрестков Больше чем Можем себе представить О чем еще там Соглашаться с ними Хабиров конечно Очень доволен Интегрированием Его любимой Карты ОЛГА В национальную систему Платежных карт Это конечно Большое достижение Но лучше бы Радифаритович Позаботился о том Чтобы эту самую Карту ОЛГА Принимали во всех Без исключения Маршрутках Вот было бы достижение Ну и как всегда Бывают на форумах Туманные намерения Их было В избытке Например Некая кубанская фирма Собирается Планирует Намеренно Вложить Аж 10 миллиардов рублей В очередной Логистический центр Около аэропорта Ну даже не смешно Вот правда Сколько уже было Разговоров Про всякие Разные логистические центры В Иглино Там Сям Около аэропорта Около Уфы Около Затона Все это были Пустые разговоры Никто ни копейки В эти логистические центры Не вложил И логистических центров Как таковых У нас новых Не появилось А вот Бюджетные затраты На поездки Хабирова И в частности На поездку Вот в Питер На этот форум Они вовсе Не абстрактны А даже очень пугающие На то Чтобы в очередной раз Покрасоваться И потусоваться Истрачены очередные Десятки миллионов Наших с вами Бюджетных Налоговых рублей Одни только Песни Башкирских артистов На Петербургском форуме Обошлись казне В 2,6 миллиона рублей Это только песни А еще были Входные билеты Каждый участник форума Должен был заплатить 1 миллион 200 тысяч рублей За вход на этот форум Естественно Эти деньги были заплачены Из башкирского бюджета Как бы В счет оплаты Входа Вот этих Наших делегатов А их там были Десятки Этих делегатов Ну а еще конечно Еда Отели Проживание Транспорт Девушки Выпивка Ну сами понимаете Набежало по мелочи То есть я в принципе Не ошибусь Если оценю Участие Башкирии В этом форуме В очередные 100 миллионов рублей Вот сколько Скажите мне Нужно построить Обосновать И запустить предприятие Чтобы они принесли Прибыль В 100 миллионов рублей Лично для меня Нет никаких сомнений В том Что Ради Хабиров Уже начал Свою предвыборную кампанию И потому В нашем телеграм-канале Открытая политика На который Кстати говоря Не забудьте подписаться Мы провели опрос На тему Убедит ли Хабиров Своих избирателей К выборам К 8 сентября Проголосуют ли они За него Поначалу Примерно В течение суток В голосовании Было Не больше 4 процентов Легковерных Тех кто Считал что Да Хабиров Нас убедит Но потом Вопрос В этот наш опрос Набежали Сироты Прочаковской Боты Тролли Цура И накрутили Результаты опроса Но даже С учетом Того Что тролли Нарисовали Более 500 Голосов А в опросе Приняло участие Более 2,5 тысяч Человек Так вот Даже с учетом Вот этого Искажения Только 33 процента Опрошенных Допускают Что Хабиров Способен Их Убедить В своей Профпригодности А остальные 67 процентов Либо Точно не поверят Хабирову Ни за что Либо вообще Считают Что Хабиров Не должен И ему нецелесообразно Кого-то в чем-то Убеждать он возьмет Да и сам себе Нарисует Результаты выборов Вообще Я поймал себя На мысли О том Что в последние 10 лет Выборы В Российской Федерации Превратились В некий Религиозный институт Из института Формирования власти Они превратились В какую-то Религиозную формацию Ну Вот это на самом деле Очень глубоко Философский вопрос И мы наверное Его как-нибудь Разберем Это вопрос Длинный Это вопрос сложный Почему россияне Перестали верить в выборы Но Существует Некая Религиозная Уверенность В их Существовании Да Согласитесь Вопрос непростой Отложим на потом Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин